Ну что ж, начнем. Все-таки я взяла себя за жабры после очередного комментария с напоминанием про это видео. Тег слишком много информации обо мне. И у меня вопросы я, конечно, их хотела распечатать или написать где-нибудь с поргалкой на бумажке, но на самом деле они у меня на экране. Я периодически буду шандарахаться мышкой и пролистывать. Сделала себе такой огромный крупный шрифт. В общем, что на мне одето? Первый вопрос. На мне одето платье. По-моему, это тонкая шерсть мне его подарила мамина подруга может уже года 4 назад. Оно где-то чуть ниже колена и на нем еще был черный пояс. Но однажды я разбиралась в шкафу и поняла, что чуть такое непонятное, надо это выкинуть. А потом уже поняла, что это был пояс, который немножко принял ислам. Короче, приказал долго жить и помер. Но пояс нужно было и вот я приспособила пояс от... точнее даже сам по себе пояс цветочком. Он мне пришел года 2 назад с Лайта в подарок Light in the Box. В общем, это что на мне одето? Ну, там нижнее белье еще. Не знаю, надо ли про это говорить. Оно действительно есть. Вообще, я бы сидела в ночнушке, но, к сожалению, мне кажется, в ночнушке нельзя снимать видео. Хотя сейчас вроде как не совсем, конечно, но ночь. Ну да, можно сказать, уже глубокая ночь. Около часа. Ночи на моем компьютере. Так, второй вопрос. Была ли ты влюблена? Ну, ведь тут вообще был ли ты влюблен? Но я думаю, наверное, это можно и к женскому полу принести. Ой, много-много-много раз. Вообще иногда, как говорит Маша, у нее есть приятель, святой отец такой, Падр Николай, он влюбляется иногда даже в животных, там, в игрушки или что-то такое. В общем, я как водолей, сильно воздушная и действительно иногда вот, даже если у меня на данный момент когда-нибудь там был какой-нибудь мальчик, да, я куда-нибудь еду или иду и вижу что-нибудь такое няшное и красивое. Ой, блин, уже забываю, что это мальчик. И не знаю, была ли это любовь. Или влюбленность, начинаешь сомневаться. Даже, может, утром кто-то понравится, а к вечеру уже разонравится. Вот такая хренатень непостоянная. Третий вопрос. Было ли когда-нибудь ужасное расставание? Я думаю, что это, типа, первая любовь. Я застукала своего благоверного с девушкой. Ну, на самом деле, благоверно у меня был бы сексуал, благословит его Аллах. И, насколько я помню, что я очень сильно переживала. Ну, переживала, наверное, честно сказать, месяц, наверное. Ну, для меня это, наверное, был какой-то жуткий месяц, когда же он закончится, сто семьдесят до десятых. Вообще, на самом деле, мне кажется, каждый раз сильно переживаешь, по пустякам думаешь, ну, как же так, вот человек бы вернулся, человек возвращается там иногда, да, и тебе этот человек уже не нужен, не интересен. Когда я однажды встретила свою первую любовь, или это была не совсем первая, ну, в общем, тот, с кем я довольно долго для меня встречалась. Мне когда показали, вот, смотри, это, типа, тот самый Андрей, думаю, блин, что это за человек, как он мне нравится мог. Ну, много раз я его потом встречала, и, соответственно, никогда не узнавала. И в силу того, что я очкарик, типа, не вижу нифига, и в силу того, что у меня плохая память на лице, в силу того, что я не могла понять, как это существо мне могло нравиться. Как вообще я рядом могла с ним стоять. Вот такая фигня. Так, четвертый. Твой рост. 162 сантиметра, 50 миллиметров. Или 5 миллиметров. Ну, короче, 162 с половиной. То есть я сейчас тут нагородю, хотя раньше математику любила, я сейчас торможу. Так, твой вес. На самом деле он у меня колеблется от 49 до 52, но вот на каком-то семейном мероприятии, кажется, на Рождество я ходила к родне немножко там с компьютером им помочь, но и получилось, что попала на Рождество, заодно взвесилась, там весы такие электронные у нас родни, и весила я 56 килограмм. Впала в шок. Ну, что моя тетушка сказала, что ну да, ты типа не худышка. В общем, где-то 56, наверное, сейчас не знаю, что было вот в начале января. Хотя иногда я так просыпаюсь, мне кажется, что половины меня вообще нету. Не поела один день называется. Так, 6. Есть ли татуировки? Вот по поводу татуировок, это, наверное, к любимому человеку, с которым расставание. Я очень хотела татуировку, а он делал татушки сам, и себе, и не себе. И меня вся родня отговаривала, все, кому не лень отговаривали, сестры говорили, Лёля, сделаешь татуировку, мы с тобой не будем общаться, то есть все. А он напрямую мне так сказал, Лёля, типа придумай рисунок, я тебе сделала татуировку. Я тогда хотела, а, вписанную в М, типа Андрей Майер, потом думаю, блин, как так, она на всю жизнь, а он мне разнравится, о чем мне делать. В общем, единственный человек, который сделал правильное решение, он мне сказал, давай, сделаю. И я решила, короче, нет у меня татуировок, думаю, нахрен мне это надо. Хотя, в принципе, не против, если у кого-то там есть, моя лучшая подруга, которая вряд ли меня смотрит, в общем, мы там дружим с семьями, подруга, дочка моей мамы, в общем, обе света, и у неё есть какие-то татуировки, в принципе, прикольно выглядит. Так, седьмое, есть ли пирсинг? Если вот это вот считается за пирсинг, то да, по две серёжки в каждом ухе, а если нет, то нет пирсинга, и делать я его как-то не собираюсь. Так, восемь, моя любимая звёздная пара, честно сказать, я вообще за последние года четыре не слежу за шоу-бизнесом и прочим, я без понятия, что сейчас где, даже примерно не могу сказать. Есть у меня приятель, Глеб Амальцев, он же Пичизма, но у него жена, я не знаю, любимая это моя звёздная пара, или нелюбимая, он, в общем, аспиранта, занимается прочими плановыми языками, там у меня в подписках он взаимных карц есть, если что, под каналом останулю на него ссылку, ну типа рекламы. И вообще видео он у меня где-то есть, для тех, кто типа гости, зашли на страницу на ютуб, а там такая видюшка двухминутная. В общем, восьмой вопрос пролетает без, совершенно без понятия, долго думала, кто у меня может быть звёздная пара. Так, девятый, мой любимый сериал, аниме подойдёт, аниме одно мне время нравилось, кажется, Волчий дождь, я правда его давно смотрела, я уже не помню, и смотрела как-то так, очень скоростное. В общем, любимый аниме, наверное, предательство знает моё имя, или же Урабоку, это, если кто-то рядом стоял, то, возможно, поймёт по Урабоку, что это и есть предательство знает моё имя. Это вот, если любимый сериал, потому что, так я сериалы смотрю, сейчас в последнее время очень редко, если смотрела, то Виолетту, раньше опёрлась от сериалов с Натальей Эррера, потом что-то я в ней разочаровалась. Так, моя любимая группа, ещё не легче. Раньше я опёрлась от Битлз, от Квинн, от Металлики, ёпра, от Эдгай. давайте, пусть будет моя любимая группа, это Пичизм, потому что где-то там ещё, тоже такой маразм, где-то там на фоне, в каком-то предпоследнем, что ли, в каком-то альбоме, есть у Глеба мой бэк-вокал, он у меня его стыбрил, где чисто для себя записала акапелла песню Марка Бернеса «Журавлей», ну и так ещё какие-то там вопли. Так что, пусть будет Пичизм. Это мы сейчас рекламим Глебушку. Так, продвигаем, для особо слепых куриц, типа меня. 11 вопрос. Кто-нибудь, по кому ты скучаешь? О, блин. Я такая бессердечная фряча. Что-то я ни по кому не скучаю. Не знаю. Но иногда, может, по маме скучаю, ну, это уже как-то это, все, наверное, так бывает, скучают. Но это очень-очень редко, даже по ней. Так, 12. Моя любимая песня. Ой. Вот, сейчас на ум приходит только песня с первого альбома Эдгой, Тоби Саммита. Приходит, но я её не помню. Что-то там какая-то такая сильно заумная. Он в 95-м году писал, весь такой молодой. Ну, я не говорю, что он сейчас старый. Но что-то он такой писал, весь. О, я такой, этот весь крутой. Или ключ ещё чего-то там от Тима Толки. Вообще, я по финнам прусь иногда. Вообще, я меломан. Моя любимая песня. А можно саму себя отрекламить? Говорит Лёля. Моя любимая песня. Ангел номер 53. У меня с названием всегда было туго, поэтому как-то так. Она у меня тут где-то в пианине записана на Ютубе. Так, сколько лет? 13 вопрос. 31. 14 февраля сего года будет 32. Столько не живут. 14. Знак зодиака. Водолей. Водоплюй. Так. 15. Черты характера, которые ты ищешь в людях. Наверное, моё лицо сейчас это выдало такое, что я ищу в людях. Я как-то не задумывалась, что может быть чертами характера. Не знаю. Доброта может быть. Юмор, там, мозги. Мозги, наверное, не черта характера. Ну, скорее, мне не нравится, если человек сильно понтуется, или вообще человек понтуется. Человек понтуется, всё это провал. Если он хочет со мной познакомиться, пообщаться, начинает понтоваться. Безнадься, мальчик это или девочка, то просто он уже в пролёте. Черты характера, которые я ищу в людях. Доброта, наверное, честность. Ну, типа, всё такое классическое. Так, шестая. Любимая фраза. На данный момент у меня, наверное, любимая фраза это при встрече из-за анекдота, когда я вижу Машку или ещё кого-нибудь, я кричу «Эй, твою мать! Ну, вот такая вот любимая фраза. Вообще, там это был анекдот про Змея Горыныча. Так, 17. Любимый актёр. Нашли, что спросить? Это, наверное, то же самое, что в группе или к звёздной паре. Ой, одно время я опёрлась от чувака, который играл тарабасом. У пещеры, кажется, золотой розы. Потом я какое-то время опёрлась ещё от какого-то чувака. Ну, пусть будет... А кто же... Да, пусть будет Николас Роджерс. Он чисто такой типаж лица, который мне нравится в мужиках. Такс. Любимый цвет. 18 вопрос. Любимый цвет. Зелёный, красный, в зависимости от настроения. Все цвета радуги. Я не знаю. Серый, наверное, не люблю. Ну, в общем, фиолетовый, красный, зелёный, синий, жёлтый. Много любимых цветов. Так, 19. Громкая или тихая музыка? В зависимости от настроения. Иногда вот знаю, чем громче, 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 громче. Вот у меня дикая мигрень, мне нравится что-то такое. А иногда та же самая дикая мигрень и тишина. Ну, в общем, от настроения тоже зависит, или громко, или тихо. Так, 20. Куда ты идёшь, когда тебе грустно? Раньше я шла к пианино и доставала соседей, чем-то своим или чужим. Могу к друзьям запереться, могу просто куда-нибудь, куда-нибудь с фотоаппаратом, прямо по улице Опарина, допустим. Или по ЖД, железная дорога, кто-то у меня там за домом, куда-нибудь там к Волге. В общем, не знаю, я как-то не задумалась, куда я иду. Так, 21 вопрос. Как долго ты принимаешь душ? О, это зависит от состояния, если я проснулась, если мне куда-то там надо спешить. Ну, самое большое по времени, наверное, минут 40. Это очень редко, но это если я встала, у меня есть время, чтобы проснуться, но при этом мне надо куда-то идти. Так, 22 вопрос. Как долго ты собираешься по утрам? От 15 минут до полтора часа. Это тоже в зависимости от того, куда мне надо, в каком я состоянии, торможу я или нет, и встала ли я раньше, чем нужно. Так, 23 вопрос. Когда-нибудь дрались? Честно, я не знаю. В детстве, может, когда-то все дерутся, но у меня был такой случай, у моей подружки подавилась она чем-то, но она попросила по спине ее шандарахнуть. Честно, помню, вот этой лапой шандарахнула ее со всей мочи. Говорят, у меня рука тяжелая, она со мной потом неделю не разговаривала, обиделась, решила, что я специально шандарахнула. Ну, так как мне почему-то кажется, что если человеку ударишь, а вдруг ему будет больно, и еще чего-нибудь, и еще чего-нибудь. Однажды, один персонаж мне делал не очень хорошо, и, в принципе, надо было бы ему дать сдачи, но как-то мне было жалко этого персонажа, ибо еще вопрос тоже, точнее, момент, что вот, у меня рука тяжелая, вдруг я уже дарахну, он помрет, да нахрен надо. В общем, не дралась я. Вот такой пацифический долбоеб, сама про себя так сказала, никто за язык не тянул, хотя, конечно, может, это дело не относится, но я в детстве очень хотела стрелять в тире, у нас даже строился на механке, но что-то так и завис. И даже когда бывают всякие такие мероприятия, типа там День Города, День Молодежи, вся эта фигня бывает, мне вроде очень хочется попробовать это куда-нибудь там плюнуть, кнуть, кинуть, выстрелить, но что-то все как-то стрёмно. Не то, чтобы что там люди скажут, мне как-то на мнение людей фиолетово, но как-то вот так. Так, 24, что привлекает в людях? Ну, в первую очередь, все-таки внешность тоже имеет свой вес, куда без нее. Так, хотя большей части я на внешнее потом не обращаю внимания. До смешного с подругой зашли в магазин, магазин большой, я вышла из магазина и соображаю, в чем же была Маша. Так, юмор, доброта, мозги. Мозги, наверное, сейчас в первую очередь, потому что людей без мозгов очень много. Мозги, видимо, сейчас не в моде, как сказала сегодня мне подружка Юлька в ВКонтактике. Так, 25 вопрос. Что не нравится в людях? Понты не нравятся в людях, ложь не нравятся в людях. Когда люди пытаются меня юзать? Ну, конечно, может сложиться впечатление, что я сажаю себя на шею, но до какой-то поры до времени я не высказывала свое мнение людям, если оно может привести к ссоре или обидеть человека, но когда человек уже начинает наглеть, садиться мне на шею, сама виновата, видимо, таким вот поведением неосознанным, то я, значит, уже такая брыкаюсь, там, вот, водолей присыпаться называется. В общем, понты не люблю в людях, ложь не люблю в людях, когда люди пытаются меня пользоваться под видом дружбы. Так, ну, все-таки негативные моменты не люблю в людях. 26. Причина регистрации на YouTube. Вот, на самом деле, это было так давно и неправда. Регела себя чисто сливать свою музыку, иногда там какие-то стихи, я даже не помню, это было до знакомства с Глебом Альцевым, который пет Чизма или после, но вот как-то так. Так, 27. Твои страхи. О, я боюсь бабочек. Реально, боюсь бабочек. Я боюсь, или даже не знаю, как-то дико не воспринимаю, когда люди красят глаза, ресницы, или тенями я иногда пользуюсь, очень редко, но я могу смотреть, как люди тенями пользуются, тоже там, но когда человек красит ресницы, ковыряется в глазах, это, ой, это, наверное, хуже, хотя, наверное, одинаково, как с бабочками. Я боюсь воды, соответственно, не умею плавать, но мне очень нравится, плавать, у нас в детстве была лодка, у дедушки, мне, в общем, нравится на чем-то, будучи плавать, ну, как говорят, плывет говно, все понимают, ходить, короче, по воде. Мне нравилось быть на теплоходе, мне нравится на лодке быть, у родича была такая фигня, называлась Коза, когда мы с сестрой Танькой были мелкие, то на ней, часто вместе с ним ездили по воде, вот это мне нравится, но я боюсь воды. Я боюсь высоты, при этом мне очень нравится летать на самолетах, и из-за того, что я боюсь высоты, я не могу ходить нормально по мостам, вот мы с Машкой раньше везде путешествовали, ну, не то, чтобы везде периодически куда-то ездили, своим ходом, дикие туристы такие, и если я иду по мосту, и пытаюсь там наклониться вниз, о, мама миа, соответственно, я боюсь балконов за это, не то, чтобы балконов боюсь, мы когда приезжали к родне, к родне там, или к подруге маминой в Питер, то я не могла выходить на балкон, там то ли 9, то ли 11 этаж был, ужас, как стоять на балконе, я даже на своем 4 этаже боюсь стоять, потому что там, о, высота, так, у меня клаустрофобия, я боюсь лифтов, соответственно, это жуть, я не знаю, то ли я лифтов боюсь, то ли это связано еще с клаустрофобией, то ли это все вместе, я боюсь подвалов, это за счет клаустрофобии тоже, а что еще боюсь, ой, остальное, наверное, не знаю, может еще чего-то, когда-нибудь вспомню, но основное, это бабочки, вода, пста, и замкнутое пространство, однажды я сдавала зачет, и преподша почему-то у нас в Педе была, но она уже потом уволилась, это первый курс был, в Ярике, а она заперла меня с кем-то, в полуподвальном помещении, сама срыла, мало того, что полуподвальное помещение, так еще заперла, вода еще такая истеричная была, ну, сама нанервировалась, нас нанервировала, эта информатика была, и когда она не пришла в нужное время, меня, соответственно, охватила паника, но я ей потом, конечно, высказала, когда она явилась, но она не почувствовала себя, почему-то, виноватой, хотя, по-моему, она даже нарушала какой-нибудь там закон, или еще что-нибудь такое, что людей запирать, сваливать, двадцать восемь, последняя вещь, заставившая тебя плакать, о, я что-то, недавно ведь было, не помню, ну, может быть, у меня была мигрень, вот, будем так говорить, потому что иногда, какая сильная мигрень, уже само по себе что-то идет, так, двадцать девять, последний раз, когда ты говорил, что любишь, о, блин, на днях, писала товарищу, ну, это уже так, наверное, просто он ко мне хорошо отнесся, я решила что-то, вообще, я считаю, что любовь это самовнушение, так, тридцать, значение имени на ютуб, имя у меня, I will forever, это, именно, R на конце читается, I will forever, forever мне всегда нравилось, как само по себе слово, потому что английским я занималась с трех лет, но французский я занималась в школе, как-то так, ну, там еще финский был, чисто для себя, I will это маленькая птичка, на языке к вендию, когда я попала к лукеинистам, когда училась к луке в 2002-2005 год, то я называлась крылатый эльф, то лукеинисты сказали, что нет у эльфов крыльев, поэтому я буду I will, вот так получилось, ну, I will forever, это псевдоним литературный, 12 лет он у меня был, как псевдоним, то бишь, 12 лет я там, вроде как занималась, ездила там, куда-то выступала, то все, 50-е, и он у меня везде, I will forever, иногда вот, где-то была регистрация, там у меня был VirtualKiller, это первый ник с углического форма, и то случайно созданный, и сейчас не о нем, так, ну и, еще где-то у меня был I will kill forever, это у меня потерялся от Аськи пароль, или кто-то у меня там его даже ломал, из тогдашних подружек, и получилось, что I will kill forever, так, у меня I will forever, это литературный псевдоним, маленькая птичка навсегда, ну, маленькие птички, они те же эльфы, рекламирую саму себя, инферносфират, гуглите, да, блящите, так, 31-е, последняя прочитанная книга, в общем, мифы, она у меня где-то даже валяется, на стуле, и телень, мифы Австралии, да, иногда меня на такое брут, меня вообще на много чего брут, такс, ну, или последняя прочитанная книга, манга может быть книгой, она онлайновая манга, она, правда, еще не доделанная, только 2 главы, вот, вчера буквально я закончила читать перевод, уже в редактуре, вторая глава фестиваля влюбленных, такс, это на ритманге, что у нас тут, книга, которую читаешь сейчас, так, сейчас покажу, я ее редко, но метко открываю, я ее еще не все нормально прочитала, и даже особо заниматься еще не начала, короче, первые шаги в японском, слоговые азбуки, хирогана, и катакана, надеюсь, хоть так ударение сделала, некоторые иероглифы уже узнаю, когда занимаюсь переводом, а так, последняя книга, которую я сейчас читаю, со вчерашнего дня, это параллельно манга, после аниме, который я смотрела, Я и Чудовище Кун, так и называется, Я и Чудовище Кун, или Я и сосед, Запарта, или как-то так, такс, 33 вопрос, последний сериал, который ты смотрел, ну вот как раз, вот этот аниме сериал, Я и Чудовище Кун, 34, последний человек, с которым ты говорил, а да, кстати, Виолетта, но я его не досмотрела, последний человек, с которым я говорил, это была моя бабуся, с которой мы столкнулись, где-то час назад, когда я делала себя, вся мус кака, столкнулись мы на кухне, говорила, ибо она со мной, как бы живет, так, 35, отношения между тобой и человеком, с которым переписывался, последний раз, вот это мне самой интересно, какие у нас с ним отношения, но дружба-то точно есть, так, 36, любимая еда, в последнее время, меня придут на японскую кухню, я очень хочу попробовать икисобу, я бы ее сама сделала, но мне лениво, роллы, овсянка, ну да, овсянка, я понимаю, она не как с японской кухней, не свяна, потом рис с овощами, причем, приправленный соусом, соевым, так, 37, место, которое я хочу посетить, очень хочу стамбу посетить, даже прошлой осенью собиралась с товарищем, с которым у меня непонятно какие отношения, но что-то у нас не сложилось, то ли потому, что там что-то случилось в этом Турции, то ли из-за того, что у нас там этот курс евро и прочего растет, а еще хочу Калининград, и я туда, так сказать, в феврале пребываю, там у меня как раз подруга живет, которая уехала из Углича несколько лет назад, и мы с ней три с лишним, наверное, года уже не виделись, так, я вообще много куда хочу посетить, это, я хочу в Грецию, я хочу в Индию, я хочу в Японию, в Японию я раньше не ходила, теперь хочу, благодаря манге, наверное, переводам, и я хочу в Китай, так, последнее место, где я был, ну, я думаю, у Гришни считаться, последнее место, где я был, это, наверное, Казань, это в плане, если путешествовать, Казань, Ешкарола, Ешкарола, и Чебоксары, так, 39, по кому сходишь с ума, а саму себя можно? Не по кому, наверное, не схожу с ума, какая-то это, я холодная, бездушная, и тому подобное, 40, когда последний раз целовался? О, это было 100 лет назад, я специально даже дату записала, 27 августа, с тем, с кем мне непонятные отношения, припрощении, так, когда, 41 вопрос, последний раз оскорбляли? Ой, сегодня, наверное, бабуля, ну, типа, 88 лет, то-се, сложный характер, любимый ребенок в семье, она была, так, что, наверное, можно сказать, что она меня сегодня, последний раз оскорбляла, так, 42, любимая сладость, черный шоколад с мятой, молочный шоколад, зефир, вот, в последнее время, я что-то очень много лопаю зефир, мне кажется, что я сейчас близко сижу у камеры, так, 43, на каких инструментах играешь? Фортепиано, у меня там, может быть, видно за мной, миди клаву, миди клавиатура, она же, и фортепиано у бабушки в комнате, играю где-то с 3,5 лет, так, хотела вообще играть на скрипке, но мама моя говорит, что однажды я мелко увидела, как на скрипке играют, увидела это, ужаснулась, спросила, что люди делают с этой скрипкой, мне мама сказала, не играют на ней так, в общем, я обиделась за скрипку, решила не играть на скрипке, так, любимое украшение, наверное, сережки, колечки, всякие, обычно я ношу, ну, иногда у меня сейчас перерыв, уже месяца 2 или 3 не ношу, обычно подвески какие-нибудь, на цепочках, ну, браслетик, серебряный, 2 года уже, не снимаю, надеюсь, не сниму, раньше у меня другой браслетик был, он на 9 мая, у меня года 3 назад потерялся, дико переживала, обидно было, так и не поняла, то ли он у меня в ванной, ушел, в канализацию, то ли еще где, так, вообще, плюс по серебру, наверное, уже все заметили, так, это, значит, был 44 вопрос, 45, последняя спортивная игра, ой, да вы что, издеваетесь, спортивная игра, на велике я в деревне катаюсь, наверное, это спортивная игра, не спортивная совершенно, вы что, или на велотренажере, месяц назад, так, 46, последняя песня, которую пел, да, ну, в голове, что-то там крутилось, наверное, вот, крутилось, как раз это, что-то там с ключами, тематолки, с его дебютного альбома, кажется, 2001, что ли, или 2002 года, он, кстати, из Стратовариуса, если вдруг кто не знает, тоже финн, так, 46, это была последняя песня, 47, любимая пикап-фраза, долго я думала над этой фразой, над этим вопросом, видимо, у меня нет любимой пикап-фразы, потому что обычно почему-то пытаются склеить меня, а мне всегда, один у меня знакомый поэт был, он уже женился, там у него двое детей, то есть он такой расплывчатый стал, ну не суть, он в свое время сказал, что вот, Лёля, тебе подходит, пытается познакомиться, что-то сказать, а ты такая, а-а-а, что хотите от меня, ну типа отвяните от меня, у меня видать такая обычная реакция, потому что я иду, какая-нибудь такая вся в мыслях где-нибудь, и вдруг тебя из небытия кто-то достает, чаще всего хочется куда-нибудь спрыгнуть и спрятаться, так, 48, используешь ли ты её, значит я её не использую, потому что у меня её нет, 49, последний раз, когда ты с кем-то оттягивался, отдыхал что ли, оттягивался, я вспомню, с Машкой наверное, где-то мы тусили, это которая у меня тут где-то в видео лежа, которая писеца играет, кстати, я не знаю вообще, я-то скидывала чисто так, чтобы обработать видео, ну там ещё кто-то смотрит, по просьбам трудящихся, но когда это люди действительно смотрят и комментируют, я впадаю в шок, я про эти видео из театра книги, так, 50, кто следующий должен ответить на эти вопросы, честно, я даже не знаю, зачем кого-то так мучить, ну, и чисто от меня, если там ещё какие-то вопросы от вас будут, в камень ты киньте, составьте список, я постараюсь ответить, а если меня сильно пинать, вот как с этим видео, то я даже быстрее постараюсь ответить, ну и спасибо вам за внимание, что ли, пока!